В феврале этого года в музее Симбирско-Чувашская школа была открыта выставка заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова, которая работает и по сей день. Уже находясь в Москве под впечатлениями от посещения музеев, он создал три работы – портрет чувашского просветителя Ивана Яковлевича Яковлева, портрет архитектора Федора Осиповича Левчака и копию картины Левчака «Грибы». Недавно Сафронов передал эти картины в дар музею-заповеднику «Родина Владимира Ильича Ленина». У сотрудников музейного комплекса возникла идея проведения конкурса детских рисунков под названием «Впечатление». Он был объявлен накануне 171-й годовщины со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева. Хотим мы сделать объявление. Работу начинает конкурс «Впечатление» о юной художнике от 6 до 16 лет. Приготовьте кисти, палитру, мольберт. Гостеприимный дом под названием «Музей» ждет своих новых талантливых друзей. На встречу с этим домом не забудьте вдохновения и на рисунках ваших оставьте впечатление. Условием конкурса является обязательное посещение музея «Симбирско-Чувашская школа. Квартира Ивана Яковлевича Яковлева». Просмотры его экспозиции. После чего музейные работники предлагают переложить свои впечатления на бумагу. К слову сказать, данный музей называют атмосферным. Он действительно сохраняет ту необыкновенную творческую атмосферу, которая царила в Симбирско-Чувашской учительской школе. И, наверное, было бы интересно передать эту атмосферу в рисунки. Впечатление – это очень важно. Это импрессия. Это целое направление. После посещения музеев и замечательного города, который имеет древнюю историю и особый какой-то статус в Российской Федерации, можно набрать огромное количество разных впечатлений, которые можно передать через графику или живопись. Участниками конкурса могут быть дети от 6 до 16 лет. Но самое главное – работы должны быть выполнены детьми самостоятельно, без участия преподавателей и родителей. Конкурс продлится месяц – до 24 мая. Далее неделю работы участников будет оценивать профессиональное жюри, которое возглавит Никас Сафронов. Итоги будут озвучены 1 июня, в День защиты детей. Победителей наградят ценными подарками, в том числе от заслуженного художника Российской Федерации. Ирина Антонова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.